Заседания Совета национальных объединений города проводятся регулярно. Этот год на курорте насыщен различными мероприятиями, в которых нацобщины принимают активное участие. Анатолий Пахомов поблагодарил руководителей национально-культурных объединений за хорошую работу и попросил их оказать содействие в подготовке и проведении Всемирного фестиваля молодежи, на который приедут более 50 тысяч гостей из 92 стран. Мы должны достойно встретить, опять мы должны проявить самые лучшие свои качества, гостеприимство, уважительного отношения. Пусть еще раз увидят на том, что мы достойно представляем Россию. Я всегда вам благодарен за то, что лидеры общин проводят разъяснительную работу со своими соотечественными, те, которые живут. Большую работу вы проводили с теми, кто приехал из других регионов. Без вашей помощи, без вашей поддержки я бы не обошелся. Фестиваль молодежи – это политическое мероприятие, как вы сами понимаете. И на нас с вами ложится огромное ответственность за проведение этого мероприятия. Главная задача общин – сохранение истории, культуры, языка и традиций. В Сочи созданы все условия для этого. Отремонтировано больше 20 домов культуры, среди них и Дом творчества на КСМ. Уже совсем скоро здесь начнут работать творческие кружки и секции, в том числе и национальные. А ко дню города все объединения готовят свои концерты. Обсудили на заседании совета и скандальную ситуацию, спровоцированную заявлением бывшего председателя белорусской общины Владимира Остапука. На земельном участке, который мэрия планировала выделить для нужд национальных общин города, Остапук возвел объект без разрешительной документации и назвал его «Белорусским музеем». Однако сами белорусы заявили, что это строение к их общине никакого отношения не имеет, а власти города подали иск на снос, поскольку так называемый музей, больше смахивающий на загородную дачу с баней – это объект самовольного строительства. Для того, чтобы сделать музей, то нужно было, безусловно, обратиться в администрацию, оформить землю, сделать городсоединительную справку, получить проект, построить, ввести эксплуатацию и потом идти по этому направлению. Потом само понятие музея и музейных экспонатов – это тоже законно регламентируется. В данном случае немножко все с ног на голову, что какие-то были опережения событий и, к сожалению, не привели к такому на сегодняшний день полуплачевному результату. Как любой этнос в городе Сочи проживающий, так и белорусы, они не должны быть, скажем так, заложниками частных желаний каждого из нас. Потому что мы дойдем к тому, что можем просто рассорить самые близкие братские народы. Актив белорусской общины обратился к Остапуку с требованием не спекулировать национальной принадлежностью при решении своих частных вопросов, а глава города предложил компромисс. Администрация готова отказаться от сноса и подписать мировое соглашение, но только на одном условии – земля и объект будут использоваться не частным лицом, а общинами, например, для обустройства национальных подворьей или этнографических экспозиций, как это и планировалось ранее.